Время свободы Молдовы Майя Санду переизбрана президентом благодаря голосам членов молдавских диаспор в зарубежных странах. Оппозиция Грузии начинает новую серию акций протеста с требованием пересмотра результатов выборов в парламент страны. Администрация колонии в Крыму, где содержится сотрудник проекта «Радио Свобода» Крым-Реалий Владислав Есипенко, препятствует его условно-досрочному освобождению. Также сегодня выборы изменились в США в том смысле, что теперь вот этот вторник, первый вторник месяца, который считается в нем голосованием, это теперь скорее день, когда голосование заканчивается. В Соединенных Штатах завтра основной день голосования на выборах президента. Число проголосовавших досрочно приближается к 80 миллионам человек. Сторонница евроинтеграции Молдовы Майя Санду переизбрана президентом страны по итогам второго тура голосования, в котором ее соперником был пророссийский кандидат Александр Стояногло. По предварительным данным Санду набрала почти 55,5% голосов, причем победу ей обеспечили избиратели, голосовавшие за пределами Молдовы. Внутри страны Стояногло набрал 51%. В день голосования 3 ноября власти Молдовы вновь обвинили Москву во вмешательстве в выборы, в том числе в подвозе избирателей из России в другие страны автобусами и самолетами. Кремль подобные обвинения неоднократно отвергал. Роль молдавской диаспоры за рубежом Санду особо отметила в своем первом выступлении после окончания второго тура выборов президент Молдовы говорила и о вмешательстве в ход избирательного процесса со стороны внешних сил. Диаспора, вы восхитительны. Наша диаспора дала нам сегодня еще один урок, который мы все должны извлечь. Молдоване за рубежом в очередной раз показали, что Молдова бьется в их сердцах так же сильно, как и в наших домах. Молдова подверглась беспрецедентному нападению в истории всей Европы. Грязные деньги, незаконный подкуп избирателей, вмешательство в избирательные процессы враждебных сил из-за пределов страны и преступных группировок, ложь, разжигание ненависти и страха в нашем обществе. Наш народ объединился, и свобода, и граждане победили. Это была президент Молдовы Майя Санду. Итак, победу сторонников вступления Молдовы в Европейский Союз на состоявшемся две недели назад референдуме о внесении изменений в Конституцию, закрепляющих проевропейский курс Молдовы, и победу Майи Санду на президентских выборах фактически обеспечили граждане Молдовы, живущие за рубежом. Как можно оценивать этот факт, и почему в самой Молдове все-таки много тех, кто не хочет вступления ее в Евросоюз, хотя в Кишиневе сторонников евроинтеграции явное большинство? Вот что думает об этом молдавский дипломат, бывший посол Молдовы в ООН и в Европейском Союзе Алексей Тулбуре. Накопилось определенное недовольство результатами правления ПАС и Майи Санду, и мы это недовольство видели и по результатам голосования на референдуме в первом туре. Инерция вот этого феномена видна и во втором туре. Однако, я хочу заметить, что во втором туре ситуация изменилась. Если за референдум в стране проголосовало из 32, всего 24 района за выбор «да», то сейчас Майя Санду практически половину голосов взяла по стране. То есть ситуация более-менее сбалансирована между ней и Стояногла. На этом моменте, что диаспора проголосовала за Майю Санду и спасла ситуацию в каком-то смысле, будут строиться различного рода спекуляции политические. Уже многие сейчас говорят, что Майя Санду – президент диаспора, а не Молдова. Это все глупости, потому что Молдование – это единая нация, вне зависимости от того, где они проживают. Внутри страны или за ее пределами, тем более это очень специфично для Молдовы, из которой уехал миллион граждан по различным причинам. Молдование в этом смысле более мобильное, более активное в сравнении с другими постсоветскими народами, давайте так скажем, постсоветскими государствами. У нас, если есть возможность, мы быстренько собираем чемоданы и передвигаемся в условиях открытого общества. Тем не менее, сохраняем жесткие связи со страной. Диаспора способствует сохранению платежного баланса в стране, переводя миллиарды евро ежегодно в страну. Большинство населения, остающееся в Молдове, живет за счет помощи, которую ей оказывают родственники, пересылающие деньги из-за рубежа и так далее. То есть нельзя педалировать эту тему настолько, чтобы, так сказать, приходить к выводу, что вот победа какая-то ущербная и так далее. Столица – это самое информированное население. В столице есть доступ к источникам любой информации. Более того, значит, надо не забывать, что в столице живут люди, у которых есть свободное время, которое они могут потратить на чтение порталов, газет, на определенные слежения, давайте так скажем, за тем, что происходит. В других регионах ситуация несколько иная у нас. Почему стала возможна вот эта вот массовая атака через подкуп избирателей, которая координировалась из Москвы и была организована через кремлевских партнеров на территории Молдовы, в частности, через вот эту сеть ШОР. Это беспрецедентное вмешательство извне в демократические процессы в другой стране. Я вот сейчас с трудом мог бы вспомнить любую другую страну, где бы таким образом какие-то внешние агенты пытались вмешаться, изменить исходы выборов. Значит, вот эти самолеты или попытка транспортировать Молдаван, граждан Республики Молдова из России в другие страны, но заметьте, что это три страны, конституционный строй которых мы едва ли можем назвать демократическим. Это Беларусь, это Азербайджан и Турция. Ну, Турция демократическая страна. Тем не менее, туда самолеты из Москвы летают как такси. Вот туда перевозились граждане Молдовы для того, чтобы они участвовали в выборах и попытались изменить результат или процент голосов, отданных за оппонента Майя Сандук. Из прошлого мы видим, что молдаване, работающие в Российской Федерации, как правило, голосуют за пророссийских политиков. Туда возили как раз молдаваны из Российской Федерации. В Истамбуле собирали гагаузов, которые проживают в Турции, в Истамбуле. Они говорили между собой на гагаузском языке. Что не очень увидишь в самой гагаузе. Отсюда вывод, что эта гагауза не из гагаузи, а из Турции. Но они тоже своеобразно ориентированы политически. Это был Алексей Тулбуре, молдавский дипломат, бывший посол Молдовы в ООН и в Европейском Союзе. Майю Санду сегодня поздравила с победой президент Грузии Саламе Зарубешвили. Ваша победа, наша победа, написала Зарубешвили в социальных сетях. Она тоже отметила, что Санду выиграла выборы благодаря голосам, поданным за рубежом. Перед недавними парламентскими выборами в Грузии Центральная избирательная комиссия страны открыла за границей лишь 67 избирательных участков, лишив многих граждан Грузии возможности проголосовать. Причем на зарубежных участках правящая партия «Грузинская мечта» потерпела поражение. Выборы в Молдове являются лучшим доказательством украденных выборов в Грузии. Несмотря на аналогичное российское вмешательство и массовые фальсификации, Молдову спасли 300 тысяч избирателей диаспоры, отметила Саламе Зарубешвили. А в центре Тбилиси, на проспекте Руставели, у здания парламента, сегодня вновь проходит массовая демонстрация оппозиционных сил с требованием отмены официально объявленных результатов парламентских выборов и назначения нового голосования. Власти Грузии предупредили, что не допустят создания перед зданием парламента палаточного лагеря оппозиции, передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Митингу здания парламента на проспекте Руставели лишь первая акция в запланированном движении протеста, которая может продолжаться несколько недель. Об этом своим избирателям после совещания на днях сообщили лидеры оппозиционных коалиций за изменения, сильная Грузия и единство Михаила Саакашвили. Оппозиционные лидеры рассчитывают на поддержку США и Европейского Союза, но, как предупредил бывший президент, реакция Запада будет острой и решительной только в том случае, если на земле, на улицах Тбилиси, начнутся острые и решительные акции протеста. Об этом Михаил Саакашвили написал на своей страничке в Фейсбук. Как известно, третий президент Грузии, хотя и отбывает шестилетний срок заключения по приговору Тбилисского суда за превышение служебных полномочий, но с мая 2022 года находится в трехкомнатной ВИП-палате элитной Тбилисской частной клиники Вива-Меди и имеет возможность по несколько раз в день публиковать свои заявления и призывы к многочисленным сторонникам. Отметим, что в целом оппозиционные силы в ходе прошедших выборов заручились поддержкой около 40% избирателей и сотни тысяч из них считают себя обманутыми правящей партией грузинская мечта миллиардера Бедзина Ивановичвили. Лидер коалиции «За изменения» медиаменеджер Ник Агварамия накануне призвал сторонников принести палатки на проспект Руставели. «Подарите нам палатки, мы обрадуемся и не меньше обрадуемся, если вы нам их продадите», написал Гварамия на своей страничке в социальной сети. И недостатка в палатках, причем самого высокого качества, действительно нет. Несколько бизнесменов не продали, а подарили около 50 палаток движению протеста. Палатки на митинге – это очень важно, поскольку инициатива Ник Агварамия и других оппозиционных лидеров может означать, хотя полной уверенности в этом пока нет, что акции на Руставели примут перманентный характер. Демонстранты не разойдутся, а останутся на проспекте у парламента, создавая тем самым напряженность вокруг здания законодательного органа в преддверии первого пленарного заседания. Оппоненты властей неоднократно говорили, что заседания не допустят, поскольку парламент нелегитимен. Республиканская партия – одна из организаторов движения «За справедливые выборы». Ее основатель в 1979 году Леван Бердзенешвили сказал в беседе со мной, что власти просто не оставили оппозиции иного выхода, кроме радикального протеста. Акции протеста, они носят характер такой перманентный, потому что власти не хотят уступить. Ни одно наше предложение не было учтено. Они считают, что они воруют, простила, и им это защитно. Никто им пока серьезных стран не поздравит, так что это совершенно ненормальные власти. Я думаю, что, да, у Грузии, у этого движения есть перспектива, этого правительства скоро не будет. Это абсолютно зависит от позиции Запада, но нам кажется, что мы уже знаем эту позицию. И Европа, и Соединенные Штаты, они очень жестко отводились пока, по крайней мере. Я абсолютно уверен, что ничто не указывает на то, что здесь у меня изменится. Заявил Леван Бердзанищвили. Руководитель парламентского большинства Мамук Амдинорадзе предупредил. Палатки на Руставели – это нарушение закона, что может привести к столкновениям с полицией. Но аналогии с Киевским Майданом тут совершенно очевидны. А оппозиционеры даже не скрывают, что готовы к самым радикальным, но мирным, ненасильственным в любом случае действиям в борьбе за демократию и европейское будущее страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси. Время свободы администрации исправительной колонии 2 в Керчи, в аннексированном Крыму, препятствует условно-досрочному освобождению фрилансера проекта Радио Свобода Крым Реалии Владислава Есипенко. Есипенко был задержан в марте 2021 года сотрудниками ФСБ в Крыму на акции памяти Тараса Шевченко. Позже ФСБ сообщило, что Есипенко подозревают в сборе информации в интересах спецслужб Украины. В феврале 2022 года Есипенко был приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч рублей. Он был признан виновным по статьям о незаконных действиях с оружием и изготовлении взрывчатки. В августе, после того, как Есипенко дал признательные показания, срок заключения был сокращен на один год. И недавно Есипенко получил формальное право на условно-досрочное освобождение. А вот что рассказывает его жена Катерина Есипенко. Много раз, несколько раз точно Владислав с адвокатом обсуждал этот вопрос и имел желание обратиться с заявлением к администрации колонии. Это такой первый этап. Обратиться к администрации колонии с заявлением о желании выйти условно-досрочно. На что каждый раз Влад получал ответы о том, что еще не время, второй ответ — тебя не отпускают. Но администрация колонии стала говорить в лицо, стала более откровенная, скажем так, немного позже. Первые случаи выглядели так, что Владиславу нарочно создавали искусственную ситуацию, которая якобы заслуживает на внесение в его уголовное дело какую-то пометку за нарушение. И уже исходя из того, что если это нарушение у него в уголовном деле было, он не имеет права далее обратиться с заявлением на условно-досрочное освобождение. Ну а дальше они даже не тратили свои силы и энергии, не выдумывая какие-либо ситуации для того, чтобы создать некое нарушение со стороны Владислава. Они просто ему в лицо говорили, что тебя не отпускают. Последняя ситуация выглядела таким образом, что Владиславу якобы с легким недоумением администрация сказала, что же ты не обращаешься с заявлением на условно-досрочное освобождение, у нас какие-то претензии нет, как у тебя дела, поинтересовались вежливо. Ну то есть они сказали, что можно пробовать обратиться. На что через где-то три недели администрация вернулась из отпуска и сказала, что вот мы здесь посоветовались, подумали, но пока тебя также не отпускают. То есть на данном этапе мы не можем реализовать действия по основно-досрочному освобождению, потому что оно блокируется в одностороннем порядке и, скорее всего, со стороны ФСБ Крыма. Это была жена находящегося в заключении журналиста проекта «Радио Свобода Крым Реалии» Владислава Есипенко, Катерина Есипенко, фрагмент ее интервью проекту «Крым Реалии». Теперь вернусь к одной из тем выпуска в пятницу. Речь идет о скандале вокруг предполагаемого использования российского триколора на предстоящем 17 ноября марше мира в Берлине. Один из главных организаторов марша, вдова Алексея Навального Юлия Навальная. По этому поводу пока не высказывалось, но вот что сказал в своем стриме соратник Навального Леонид Волков. Я лично не считаю использование триколора неправильным. Это не путинский флаг, это российский флаг. Путин его к себе загробастал, попытался сделать его символом агрессии. Но почему граждане России, желающие хорошего, желающие блага своей стороны, не могут использовать флаг своей стороны, для меня не очень понятно. Мне кажется, что могут. Это был соратник Алексея Навального Леонид Волков. Писатель и публицист Виктор Шендерович в социальных сетях процитировал письмо ему другого организатора шествия в Берлине Ильи Яшина с разрешения последнего, разумеется. Цитата. «Это дискуссия для парламента в будущей России. А пока нам нужна консолидированная акция, а не споры про флаг. Никто из нас не понесет триколор на марш, и призывов таких не будет». Конец цитаты. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кандидат в президенты США демократической партии Камала Харрис появилась в субботу в популярной в Америке юмористической программе «Сатэдэй Найт Лайф». В ходе этого шоу актеры пародировали как Дональда Трампа, так и саму Харрис, которую, кстати, великолепно сыграла актриса Майя Рудолф. Она удачно копировала интонации и смех Харрис. А в конце программы Камала Харрис под аплодисменты публики появилась вместе со своим двойником, и они обе пообещали, цитата, «голосовать за нас». По ходу дела Харрис поинтересовалась, не зарегистрирована ли Рудолф в Пенсильвании. И та ответила, что нет. На что Харрис сказала, ну, я хотя бы попробовала. Вот как это прозвучало. Я хочу рассказать вам что-то. Я буду выбрать за нас. Готово. В любом случае, что вы выреживали в Пенсильвании. Нет, я не. Ну, это было бы вредить. И живо из Нью-Йорка! Упоминание Харрис в Пенсильвании, конечно же, не случайно. Это один из ключевых колеблющихся штатов, победа в котором может обеспечить общую победу на выборах одному из кандидатов. Ну, а мой собеседник, обозреватель радио «Свобода», ведущий, посвященного выборам в Америке канала в социальной сети «Экс Кокус и Праймери» Валентин Барышников. Основной день голосования – это вторник, 5 ноября. Но довольно давно уже идет досрочное голосование. Что можно сказать о цифрах, о количестве уже тех, кто проголосовал, и как это можно сравнить с подобными цифрами в предыдущих избирательных кампаниях? Эти цифры приближаются к половине того количества избирателей, которое проголосовало в целом 2020 году, когда была рекордная высокая явка. Досрочное голосование на этих выборах приближается к 80 миллионам. Тогда проголосовало что-то порядка 160 миллионов. Кроме этого, понятно, что все ждут, что на основании досрочного голосования сделать какие-то выводы о том, кто лидирует. Однако, честный ответ, как обычно, ничего особенно сказать об этом нельзя. Обе партии призвали в этой кампании своих сторонников активно участвовать в досрочном голосовании, не только демократы, но и республиканцы. Среди республиканцев рекордно высокая явка, особенно среди избирателей сельских округов, которые обычно оплот республиканцев. Но за исключением каких-то таких общих слов сказать сложно что-то, потому что непонятно, вот те люди, которые проголосовали, они все равно бы пришли на выборы, просто теперь они пришли на выборы не во вторник, в обычный день голосования, а до него. Или это какие-то дополнительные избиратели, которых каждая партия привлекла на избирательные участки. В каком-то смысле, особенно после 2020 года, когда была пандемия коронавируса и досрочное голосование было очень значительным, можно в каком-то смысле сказать, что выборы изменились в США, в том смысле, что теперь вот этот вторник, первый вторник месяц, который считается днем голосования, это теперь скорее день, когда голосование заканчивается. То есть до этого значительная часть общества уже к этому моменту проголосует. Но отвечая вот на этот невысказанный вопрос, что можно сказать о силе демократов или республиканцев, я проиллюстрирую эту ситуацию в Неваде. Это один из семи колеблющих шестатов, самый маленький. Там есть такой человек Джон Ралстон, который ведет блог и подсчитывает каждый день, кто сколько бюллетеней прислал. Понятно, что мы не знаем, как люди голосуют, это становится известно только в день голосования, то есть во вторник по итогам мы узнаем результаты, но в некоторых штатах, в частности в Неваде, известно избиратели, зарегистрированные как республиканцы, как демократы или как независимые, сколько из них голосовало. Так вот, в Неваде проголосовало, если от уровня 2020 года, почти 80%, то есть это приближается где-то к 80%. Если исходить из уровня 2020 года, может быть, это будет больше, но речь идет о том, что сейчас там проголосовало больше миллиона человек. В 2020 году там было под миллион четыреста избирателей проголосовавших. То есть сейчас мы видим, что 300-400 тысяч человек всего осталось проголосовать. Сейчас значительное преимущество есть у республиканцев. Это новость, потому что обычно досрочное голосование, в нем сильнее демократы. Однако можно посмотреть на эти цифры. Из них видно, что, например, явка в округе Кларк, где располагается Лас-Вегас, где это самая населенная часть Невады, и в основном она голосует демократически. Там явка гораздо ниже, чем у республиканцев. Если эти люди еще дойдут до выбора, то тогда возможно вот это отставание, которое сейчас не в голосах, а в количестве республиканцев, проголосовавших по отношению к демократам, проголосовавшим. Сейчас у республиканцев как бы преимущество на 50 тысяч поданных бюллетеней. Возможно, вот среди следующих 300-400 тысяч, которые будут поданы, включая вторник, демократы нагонят. Но еще важно подчеркнуть, что совершенно не гарантировано, что люди, которые записаны республиканцами, голосуют за Трампа, а те, которые записаны демократами, голосуют за Харрис. Трамп, по некоторым опросам у него падает поддержка среди республиканской партии до уровня между 80 и 90%. То есть там свыше 10% может голосовать за его оппонента. У Харрис цифры чуть-чуть получше, но и внутри партии демократов есть значительная группа, которая не хочет поддерживать Харрис. То есть о результатах, что на самом деле получится, сказать нельзя, кроме того, что это самая близкая избирательная компания за 60 лет. А вот любопытно, такая вещь, как День тишины в американских выборах существует. Все-таки во многих странах есть такой день, когда запрещены мероприятия, связанные с избирательной компанией, запрещена реклама. Тут мы видим каждый день публикацию каких-то рейтингов. То, что совершенно не сочетается с Днем тишины. В Соединенных Штатах нет никакого дня тишины. Кандидаты больны пытаться привлечь избирателей на свою сторону до того, как люди оказываются на избирательных участках и голосуют до того, как закрыты избирательные участки. Есть ограничения, только нельзя агитацию вести на самих избирательных участках и вокруг них. Нельзя, например, приходить туда в чем-то за компанию того или иного кандидата. А так, это, по-моему, даже было решение Верховного Суда. То есть люди вольны выражать свое мнение, исходя из права на свободу слова. Это был обозреватель Радио Свобода, ведущий канала в социальной сети «Экс». Кокус и Праймери, Валентин Барышников. Ну и последнее. На сегодня в России сегодня отмечается День народного единства. Это явно не прижившийся праздник, назначенный властями, чтобы заменить День Октябрьской революции. Владимир Путин, как водится, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и, как водится, пообщался с россиянами. В этот раз ему была представлена девочка, чей отец-вертолетчик был убит на войне в Украине. Девочка рассказала Путина об отце. Точнее, не рассказала, а продекламировала почти без эмоций заученный текст. Варвара, мне 12 лет. Я из Северской области. Мой отец-клещник Василий Петрович был указан компетентом звания полковицы. Летчик-смехер. Имеет государственные награды. Считался одним из лучших и лучших страны. Оброшел не одну войну. Вообще-то был руководителем Леда Брэйка. На поле не было задачи и был убит. Российские государственные средства массовой информации написали потом, что Путин тепло обнял и поцеловал девочку, потерявшую отца на так называемой специальной военной операции, поинтересовался, живет ли она с мамой и есть ли у нее братья и сестры. А вот что говорит солдат вооруженных сил Украины, обороняющий сейчас город Часофьяр, практически уже полностью разбомбленной российской боевой авиацией, в которой служил полковник Клещенко. 2-го числа я живу на Салтовке, буквально за 300 метров от меня в пятерку. Два капа пролетело, дома нету. Сгорел в отло за двое суток. И буквально вот сегодня, вчера, смотрю, каждый божий день опять начали пролеты. Дали две недельки отдыхнуть и опять ляпает, ляпает, ляпает. Матом не буду говорить, но тем не менее, охуели все равно скажу от счастья. Дали бы мне возможность уехать этого человечка, который там сидит, одного или второго, резал бы просто тупой пилкой бы. Чтобы он почувствовал боль, которую чувствовали все матеря, дети, даже хоть гражданские, хоть военные, бабушки, дедушки. Ну а Путин отправился потом с Красной площади на выставку под названием «Спешите делать добро», где на волонтерском стенде ему показали подделки со всей страны. Розы из снаряда, духовные аптечки, которые содержат иконку, святую воду и духовные советы, и разные игрушки. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня всё. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова